Привет, друзья! Вы на канале «Узнай животных». Гребнистый крокодил считается одним из древнейших живых существ на нашей планете, который, подобно нильскому крокодилу, является объектом страха и поклонения во многих культурах благодаря своей силе, внешнему виду, опасности и бесстрашию. Этот мощный хищник занимает верхнее положение в пищевой цепи на территории всего своего обширного ареала. Известны многочисленные случаи, что эти гигантские рептилии нападали даже на других высших хищников, акул и больших диких кошек, а также неоднократно на человека. Гребнистый крокодил или морской крокодил – один из самых крупных среди всех крокодилов в мире. Этот зубастый монстр превосходит по размерам и весу даже белого медведя, но уступает по величине некоторым зубатым китам и крупным акулам. Максимальный размер самцов гребнистого крокодила – частый предмет споров среди некоторых ученых, которые утверждают, что эти существа могут вырастать в длину до 6-7 метров, но обычно эти рептилии встречаются в среднем около 5 метров, а масса от 500 до 1000 килограмм. Самки весят почти в два раза меньше и достигают в среднем около 3 метров в длину. Гребнистый крокодил способен жить долгое время в соленой воде, но обычно обитает в мангровых болотах, лагунах и в нижнем течении рек. Этот вид распространён гораздо шире, чем любой другой современный вид крокодилов или аллигаторов на нашей планете. Ареал начинается от восточного побережья Индии, который простирается на юг через территории большинства государств Юго-Восточной Азии, вплоть до Северной Австралии, где встречаются в наибольшем количестве. Много лет назад эти древние хищники обитали на восточном побережье Африки и даже у южных берегов Японии, но были истреблены бесконтрольной охотой. Гребнистые крокодилы являются очень опасными хищниками, и основной рацион – это мясо, которое требуется такому крупному животному в большом количестве. Гигантская рептилия питается только свежим мясом. Падаль практически не употребляет, за исключением, когда болеет или ранен и находится в немощном состоянии. Эти крокодилы на протяжении тысячи лет прославились особой жестокостью, так как неоднократно нападали на людей и не брезгуют другими крокодилами, в том числе представителями своего же вида, только более молодыми и мелкими. В охотничьем мастерстве им нет равных. Они долгое время способны находиться неподвижно в засаде в воде или зарослях растительности. Когда жертва приближается и находится в пределах досягаемости, крокодил молниеносным рывком бросается на нее и хватает добычу своими огромными челюстями со смертельной хваткой. Эти монстры предпочитают не убивать свою жертву сразу, а удерживать ее и вращаться вокруг оси своего тела, отрывая куски от нее. Грибнистый крокодил может заглотнуть большой кусок, который по весу даже равен половине массы его тела, потому что в желудке у хищника находятся камни, помогающие ему перетирать и переварить куски мяса. На первый взгляд многие думают, что этот гигант кажется неповоротливым и неуклюжим существом. Однако это глубокое заблуждение. Крокодил легко преодолевает препятствия и во время охоты может ловко взбираться по отвесным скалистым берегам и скользким камням. А во время преследования добычи в воде развивает скорость до 35-40 км в час, особенно когда находится в открытом море. Грибнистый крокодил способен на значительное расстояние удаляться от берега в поисках пищи или нового места жительства. Нередко эти рептилии вытесняют из прибрежных вод своих пищевых конкурентов – тигровых акул, которые не могут справиться с толстой кожей, силой и агрессивным характером наглых рептилий. Грибнистые крокодилы имеют тенденцию рассматривать людей как потенциальную добычу и поэтому недаром заслужили печальную репутацию людоедов. Вследствие его силы и быстрой скорости атаки, выживание человека после нападения становится крайне маловероятным. С подобной проблемой нападения аллигаторов на людей также столкнулись и в южных штатах США. Но там была разработана политика сосуществования опасных соседей рядом с человеком, которых отгородили и переместили в национальные парки. Такой же метод разработали и в Австралии, чтобы отгородить крокодилов от людей. Но они все равно возвращаются в свои места обитания, становятся чрезвычайно агрессивными и не боятся человека даже в том случае, если они подвергаются преследованию в периоды разрешенной охоты на них властями. Несколько лет назад National Geographic опубликовали статью, ссылка в описании, историю американского фотографа дикой природы Тревора Фроста, который провел три года в Северной Австралии, документируя легальную охоту на гигантских гребнистых крокодилов. В начале 1970-х годов крокодилы в Австралии были почти истреблены, в связи с высокой ценностью на их кожу. И власти страны наложили строгий запрет на их истребление. Спустя почти 50 лет популяция этих рептилий выросла настолько, что они размножились до 100 тысяч только в одной северной территории. Местные жители начали серьезно беспокоиться о своей безопасности с участившимися нападениями и призвали власть к отлову и контролю столь опасных соседей. После многочисленных жалоб от населения, австралийские власти все-таки дали разрешение на охоту и ограничительный отстрел крокодилов при получении официальной лицензии и соблюдении всех гуманных стандартов во время охоты. Охотник должен предоставить властям видеосъемку охоты на крокодила в знак доказательства. Было много споров, что это приведет к всплеску браконьерства, так как кожа крокодила размером 4-5 метров в длину может стоить до 10 тысяч долларов, а череп – до 3 тысяч. Но в итоге власти все равно пришли к выводу, что это дает возможность не только обезопасить жителей региона, а также дать легально заработать местным охотникам. Сегодня австралийские ученые активно изучают грибнистых крокодилов, пытаясь понять причину столь агрессивного поведения этих рептилий к человеку. Опасность крокодилов заключается в том, что нападают они чаще всего у берега моря или в пресных водоемах, где бдительность людей снижается и о присутствии опасности осознают уже слишком поздно. Исследователи пришли к выводу, что даже сытый грибнистый крокодил способен атаковать человека, когда почувствует угрозу для своей территории, при теснении или при наличии стороннего раздражителя, вроде шума работающего двигателя катера или подъехавшего к берегу автомобиля. Продолжительность жизни этих древнейших гигантов в дикой природе достигает до 80-100 лет.